Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Делаем так, чтобы те отдыхающие, которые к нам приезжали, они видели красивый, ухоженный город. Все под контролем. В «Анапе» возобновились утренние инспекции состояния курорта. Удалось установить сегодня личности и составить сегодня протокол. Недорого фото с обезьянкой. Почему хозяева животных предпочитают заниматься нелегальным бизнесом? Вот это мы сейчас где стоим с вами, вот так вот над головой проходили самолеты и садились на это место. Ты помнишь, как все начиналось? В преддверии Дня Воздушного флота России. Воспоминания человека, который сам стал историей анапской авиации. Этой осенью в Краснодарском крае нужно создать особую праздничную атмосферу по случаю 75-летия освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Прежде всего ради тех, кого так или иначе коснулись события той страшной войны. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев в ходе специального селекторного совещания. Глава города-курорта Юрий Поляков также настроил своих подчиненных на серьезную работу. Ставка делается не только на проведение мероприятий и акций, но и на создание памятных объектов. Мероприятие, которое пройдет 9 октября в Темрюкском районе, итоговое. В нем примут участие фронтовики, труженики тыла, те, кто прошел оккупацию. К тому моменту, 75 лет назад, последние немецкие части отступили в Крым. Его еще предстояло отбить. Впереди была большая победа, но на тот момент была освобождена одна из главных житниц страны. Ребята, я отъявляю, это наш краевой день победы. Давайте с таким вот размахом, с долгим уважением и по настоящим большим праздникам отметим этот день. Я уверен и убежден, что мы пройдем этот праздник на высочайшем уровне с точки зрения безопасности и с точки зрения качества мероприятий, которые пройдут. И праздник по-настоящему получится праздником. Юрий Поляков рассказал губернатору и участникам совещания о том, что уже сделано. Полевые орудия заняли позиции на двух углах сквера боевой славы. 45-ки выручали в годы, когда в советской армии был дефицит артиллерии, а также когда требовалась мобильность. Глава муниципалитета особо отметил, что до этого там были торговые точки, что явно не соответствовало месту. ДОТ в сквере имени Гудовича, построенный советскими войсками для обороны Анапы в 1942 году, обозначат специальной табличкой. А в центре села Супсех завершается строительство нового сквера. Его важным элементом станет воинский мемориал. На Симферопольском шоссе также с нуля создается музей военной техники, рассчитанный на 10 мест. В ближайшее время там появится самолет, бронетранспортер и артиллерийское орудие. В Анапу советские войска вошли 21 сентября 1943 года, а уже на следующий день полностью взяли город под контроль. На эти дни в городе и сельских округах запланировано около 100 мероприятий. Город воинской славы Анапы просто обязан провести все мероприятия к юбилею освобождения Кубани Анапы от немецко-фашистских захватчиков на самом высоком уровне. И мы обязательно это сделаем. Задействуем лучшие творческие коллективы, общественность, молодежные организации. Всего в городе и в сельских округах планируем провести свыше 100 мероприятий. Ни один ветеран не будет забыть. Будем честовать наших героев. В муниципалитете более 80 памятников военной истории. За два года отремонтировали 18, еще 17 заявили в специальной государственной программе по линии Министерства обороны. Юрий Поляков поручил подчиненным узнать о том, какая помощь необходима ветеранам Великой Отечественной войны. Их в городе-курорте 86. В ближайшее время глава муниципалитета соберет заседание Оргкомитета по празднованию юбилея освобождения региона. Александр Ребека Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Анапе возобновили практику утренних обходов города. Они позволяют оперативно выявлять недостатки и фактически на месте решать, каким образом их ликвидировать. Вчера сотрудники администрации города с первым заместителем главы курорта обошли улицу Терскую. Сегодня побывали на Краснодарской. Завтра планируется посмотреть состояние улицы Витязева и Станицы Анапской. С чем связана необходимость личного контроля ситуации в нашем интервью с Сергеем Петровым. По поручению главы города Полякова Юрий Федоровича сейчас ежедневно будем проводить обходы улиц. У нас есть распоряжение главы, которое раскрепляет наших сотрудников, а также заместителей за определенными районами, улицами. Цель и задача этих обходов – это приведение к какому-то определенному архитектурному облику. То есть, чтобы, если это улица Горького, предположим, чтобы она была похожа на улицу Горького, чтобы объекты не выходили из какого-то определенного архитектурного образа, и чтобы это все было соответствовало тем параметрам, которые должны быть ухоженными, красивыми и чистыми. Основные претензии, которые мы предъявляем нашим жителям или хозяйствующим субъектам – это поломанная плитка, некачественный фасад, непокрашенные какие-то малые архитектурные формы. То есть, делаем так, чтобы те отдыхающие, которые к нам приезжали, они видели красивый, ухоженный город. Специалисты муниципального контроля продолжают выявлять нарушения правил благоустройства. В ежедневном режиме они проводят мониторинг города и оперативно реагируют на обращения граждан. По факту нарушений составляются административные протоколы. На улице Азовской домовладелец складировал стройматериалы на муниципальной земле. Рабочие высыпали гору песка прямо на тротуар и засыпали общегородской коллектор, где находится кабель связи. По факту нарушений был составлен протокол, переданный на административную комиссию. Следующей точкой проверки стал спуск к морю в районе Малой бухты. Здесь муниципальный контроль практически ежедневно пресекает нарушения. В курортный сезон несанкционированная торговля набирает обороты и требует пристального внимания не только городских служб, но и активных граждан. Специалисты администрации города совместно с сотрудниками ветуправления, полицией, казачества провели рейд по выявлению нелегальных точек по оказанию услуг фото с животными. Первая остановка – угол улиц Горького и Гребенской. Прямо посередине тротуара стойка с попугаями. Рядом предлагают сделать снимок с обезьянками. Не первый раз здесь, на муниципальной территории, эти фотографы предлагают свои услуги. Поймать их за руку крайне трудно. Это бывает очень-очень сложно. Даже вчера мы пытались их как раз случайно, мы их выловили, но как только мы по форме начинаем подходить, люди сразу в рассыпную разбегаются. Сегодня именно сотрудниками полиции, казачества удалось установить сегодня личности и составить сегодня протокол об административном правонарушении. Этот протокол будет передан на рассмотрение в административную комиссию. Здесь же будет определено наказание. В первый раз это штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Повторно нарушитель заплатит от 3 до 5 тысяч. Следующая точка на улице набережной. Здесь детей катают на пони. Незаконно, а значит и отвечать в случае чего, будет некому. Но не нужно забывать и о другой стороне этой проблемы. Пока будут желающие сфотографироваться с забавной обезьянкой на память, их хозяева будут держать животных под палящим солнцем. Слишком выгоден этот нелегальный бизнес и здесь уже не до любви к братьям нашим меньшим. По просьбе жителей привели в порядок одну из автобусных остановок в микрорайоне 3Б. Ею пользуются как жители окрестных домов, так и те, кто приобрел квартиры в перспективном микрорайоне, где активно ведется комплексная застройка. Остановку необходимо было окрасить, а также заменить пластиковую крышу. В городе-курорте работы по благоустройству ведутся в ежедневном режиме. По поручению главы Юлия Федоровича Балякова был сделан тротуар в сфере Гудовича за музеем. Там была народная тропа и мы сделали тротуарную плитку. На сегодняшний день окрасятся пешеходные переходы возле школ и садиков, готовятся к первому сентября. И также обновляется дорожная разметка, осевые линии на диетуре города. Сейчас заканчиваем город и будем переходить в округа. В это воскресенье страна отметит День Воздушного флота России. История Анапской авиации началась в конце 50-х годов. Самолёту свершали посадку в городском аэропорту, который располагался на месте нынешней скорой помощи. Об истории Анапской авиации нашим корреспондентам рассказал Евгений Николаевич Догадаев. Он посвятил небо почти всю свою жизнь и поработал в Анапском аэропорту более 35 лет. Вот мы здесь вот на этом аэродроме, вот здесь вот, вот это мы сейчас где стоим с вами, да, вот так вот над головой проходили самолёты и садились на этом, вот на этом месте, вот с этого места не заходили всё. Ан-2, Як-12 и Л-14 первые советские самолёты приземлялись в Анапском аэропорту вплоть до 70-х годов. Тогда площадка располагалась в районе скорой помощи, пока новый аэропорт не построили в Витязево. Евгений Николаевич закончил училище в 60-м году. Больше всего запомнился полёт на реактивном самолёте. Там уже был, чувствовалось, что это мощь, что это полёт такой, что ты можешь что-то сделать, что можно что-то такое совершить на этом самолёте. Более 35 лет Евгений Догадаев посвятил авиации. Начинал работать в Анапе на должности диспетчера службы движения. Ему удалось подняться по карьерной лестнице до заместителя начальника аэропорта. По его словам, Анапа всегда лидировала по качеству обслуживания самолётов. Через аэропорт города-курорта проходили самолёты со всех уголков Советского Союза. Вот и сегодня, и в те времена аэропорт Анапа был самым благоприятным аэропортом для посадки самолётов. Все подходы открыты, техника стояла, радиолокаторы, посадочные, обзорные радиолокаторы. Они давали возможность посадить самолёты по минимуму в первой категории. Это там 60 на 100 метров. В этом году Евгений Николаевич отметит юбилей в 80 лет. Говорит, что он счастливый человек, его мечта сбылась. Он и сегодня часто смотрит на небо, которое ничуть не изменилось с тех пор, как 60 лет назад он впервые сел за штурвал поршневого Як-18. Никита Бойко, Ксения Осипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. В Анапе ожидается насыщенная спортивная неделя. С 20 по 26 августа на территорию города-курорта и сельских округов пройдёт цикл мероприятий. Среди них соревнования по стритболу, мини-футболу и мотоциклетному спорту, выполнение норматива ГТО. 20 августа в селе Юровка начнутся соревнования по мини-футболу среди школьников. А 21 августа в детско-юношеской спортивной школе номер 10 состоится открытое занятие по художественной гимнастике, приуроченное ко дню государственного флага России. 24 августа турниры по мини-футболу пройдут в селе Субсех и Станице Гастагаевской. Выполнить нормативы ГТО участники смогут в рамках летнего фестиваля 25 августа. И также в следующие выходные дни с 10 утра возле хутора Чембурга пройдут традиционные соревнования по мотоциклетному спорту памяти анапчан, погибших при исполнении воинского долга. Завершат спортивную неделю соревнования по мини-футболу среди команд Первомайского округа. Более подробную информацию можно получить на сайте anapofficial.ru Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapofficial.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова